Мониторинговая группа во главе с сенатором Российской Федерации Крымом Казаноковым сегодня посетили несколько образовательных учреждений, чтобы проверить реализацию программы капитального ремонта и строительства школ. На каком этапе находится стройка и какой объем работы уже выполнен, подробнее расскажет Майя Хамдохова. Еще немного и школьные летние каникулы останутся позади. Но лучшее, что могло оставить лето для обучающихся в образовательных учреждениях – это капитальный ремонт школ и строительство дополнительных корпусов. Масштабные ремонтные работы ведутся в нескольких школьных учреждениях Черкеска. Проверить качество выполняемых работ в двух образовательных организациях, а именно в гимназии номер 5 и 17 в рамках мониторинга объектов присоединилась группа, в составе которой Сената Российской Федерации Крым Казаноков, депутаты парламента Карачаева-Черкесии, представители профильных министерств, педагоги и родительский актив школы. Очень приятно, что в новых реализациях этого проекта уже учитывается и оснащение кухонной зоны, столовок, оснащение кабинетов, новое оборудование. Мы видим, что и коллектив школ очень рад, потому что этот объем работы уже ведется с учетом всех вот этих нововведений. Самый главный минус – это, конечно, те неудобства, которые испытывают ученики, когда их переселяют по разным школам. Здесь хотелось бы обратиться к родителям, попросить чуть набраться терпения, потому что без этого оно никак невозможно. По объектам выполненных работ в пятой гимназии, где число обучающихся составляет до 200 тысяч учеников, штукатурная отделка и электрика выполнена более чем на 80%, говорит главный инженер по капитальному ремонту Рустам Шау. Кровельные работы закончены, вода уже идет, осталось запустить отопление до наступления холодов. В 17-й гимназии полным ходом идет строительство дополнительного корпуса. По показателям подрядчиков, в это здание планируется заселить более 600 учеников, что позволит сократить количество детей, которые сейчас обучаются во вторую смену. Там же планируется поменять крышу и почти все окна, так как помещение находилось в плохом состоянии очень долгое время. Два корпуса уже крышей висит, лежит. На двух корпусах сделана электрика, уже сегодня приступают к штукатурке. Участники партийного контроля в ходе проверки отметили, что капремонт идет с небольшим опережением графика, что гарантирует срок сдачи объекта в установленную дату. Всего в рамках капитального ремонта отремонтировано 47 школ. Осталось 14 образовательных организаций, 6 из которых планируется сдать до конца года. Ну а главный вопрос, который волнует родителей, это школьное питание. В ходе мониторинга проанализированы организации и охват организованным горячим питанием всех категорий детей. По словам сенатора Крыма Казанокова, все неудобства в связи с переездами в другие школы во время учебы детей учитываются.